И собаки мусор не растаскивают, и отходы вывозятся вовремя. В одном из сел Мариинско-Пасадского района обустроили 12 контейнерных площадок по программе инициативного бюджетирования. Как местные жители отнеслись к запуску так называемой мусорной реформы, узнавала моя коллега Валентина Алексеева. Село Октябрьское – положительный пример того, как реформа должна работать на самом деле. И все это благодаря местному главе поселения, а также жителям. Мусор здесь вывозят регулярно. Сельчане точно знают, когда приедет спецмашина и опустошит контейнеры. Таких мусорных баков только на этой улице два. И еще с десяток по другим адресам. Обустроили контейнерные площадки по программе инициативного бюджетирования. Согласовали места размещения с учетом норм и правил, обсудили с местными жителями. Инициативное бюджетирование 20% собирает население, 20% от местного бюджета и 60% из республиканского бюджета. Именно на контейнер-площадке у нас ушло 167 тысяч рублей. Так как Октябрьское сельское поселение не маленькое, здесь живут около полутора тысяч человек, каждая семья в среднем вложила по 100 рублей. Сумма посильная. Глава поселения уверен, с людьми нужно работать и все разъяснять. Тогда и недовольство не возникнет. А когда началась так называемая мусорная реформа, перевозчик просто установил недостающие контейнеры. Теперь сельчане хотели бы оборудовать и места для раздельного сбора отходов. Мусорные контейнеры в селе установлены по всем правилам. На запетонированной поверхности со съездом. Вокруг ограждение. Крышка контейнера закрыта, чтобы ни животные, ни птицы не растаскивали отходы. В Минприроды Чувашии говорят, такими контейнерные площадки должны быть по всей республике. Мы должны полностью работу завершить по площадкам накопления отходов, по реестру этих площадок. С 1 января 2019 года это именно обустройство вот этих площадок, непосредственно это вопрос органов местного управления. В Октябрьском же сельском поселении уже оформляют другие проекты благоустройства, чтобы малая родина была не только чистой, но и максимально комфортной для проживания. Валентина Алексеева, Владимир Синдеев, Вести Чувашия.